Там, где раньше были следы копоти от пожара, теперь свежая краска и штукатурка. Работы начинаются рано утром и заканчиваются поздним вечером, говорят жители. Но даже при таком плотном графике в отведенные мэром две недели уложиться не удалось. Из-за влажности шпаклевка не успевает сохнуть, утверждают строители. Но здесь торопиться нельзя, нарушится технология. Говорят, это объективная причина, по которой пока ремонт затягивается. Его качество в пострадавшем от пожара в доме сегодня оценил глава города Анатолий Пахомов. Те две недели, которые я давал на восстановление, их не хватило. Это и очевидно, потому что планировали восстановить только после пожара. Но когда, как всегда, зашли в ремонт, начали понимать, что ремонтировать надо не только ту часть, которая горела, а надо ремонтировать весь дом. Дом действительно ремонтируют капитально. Даже устанавливают новые двери, окна и почтовые ящики. Как и было обещано, восстанавливают не только пять пострадавших в пожаре квартир, но и помещения общего пользования. Мэр даже пообещал помочь с мебелью. А главное, во всем доме решено заменить проводку. Ведь старые коммуникации – одна из самых распространенных причин пожара. Ольга Шведова домком этого общежития. В пожаре она пострадала больше всех. В огне погибла ее пожилая мать. Не смогла выбраться. Я очень надеюсь на это, что каждый человек, проживающий здесь, житель, будет сознательно относиться и бережно относиться к данному ремонту, потому что он был дорогой ценой заплачен. Человеческая жизнь. Поэтому я очень надеюсь на сознательность жителей, на каждого. В ремонт пострадавшего дома на Чебрикова уже вложили более 10 миллионов рублей. В общежитии поменяли крышу, сейчас приступили к внешней отделке. Утепляют фасад. У рабочих есть еще пару недель, чтобы закончить ремонт. Кстати, принимать его будет лично глава Сочи Анатолий Пахомов, основываясь на мнении каждого из погорельцев. Сейчас в фонде временного размещения в пансионате Нева находится 21 житель общежития. Это семь семей. Остальные проживают либо у родственников, либо вернулись в свои квартиры. Потом мы уходим, либо уходим.